То есть моя задача, ну, немножко видоизменять ваше внутреннее устройство мозгов и делать его немножко более похожим на моё сознание, там, подсознание, да. У нас разные жизни, да, мы разные люди, и увиделись только недавно, но плотность этих занятий заключается в том упражнении, в том, чтобы вот такими сложными заданиями заставить ваш мозг думать и смотреть на предметы немножко хотя бы, в некоторой степени, как я это делаю. Занимались бы с другим человеком, какие-то другие были бы упражнения, другие философские мысли. Ну, попали на меня. Давайте. Вы должны почувствовать, что так речь будет легче вам даваться, когда вы будет не просто на бруслов какой-то говорить, нескончаемый поток, а когда вы на что-то посмотрели, что-то увидели и дали прям вот конкретно сформулированное предложение, она как маленькая сцена, как маленькая пьеса, имеет начало, середину, конец. Видите, и пауза, и точка. На стене висит там картина. Она, скорее всего, написана в 19 веке. Так все говорят, когда вы придете к экскурсоводу, да, там, в Пушкинский музей, он все равно говорит предложениями. Так проще. Видите, и делайте паузу, чтобы до человека дошло, что висит. Эта картина была написана маслом, на ней изображено то-то, то-то, то-то предложениями, где в каждом предложении есть начало, середина, конец, начало, середина, конец, начало, середина, конец. Давайте еще что-нибудь. Мозг немножко напрягается, да, так? Да. Надо притормаживаться. Вот это оно. Мозг напрягается, нужно добавлять какую-то фактуру, нужно называть вещи своими именами, нужно проявлять внимательность и понять, какое дальше слово ты хочешь использовать. Видите, как я говорю, предложениями. Возникает фактура. Пауз. Нужно искать нужные подходящие слова. Пауз. Я говорю пам-пам-пам-пам-пам. Ну, вспомните, как вы говорили, вы сейчас записываете, вы себя послушаете. Когда вы говорили та-та-та-та-та, было намного красивее или красивее. А сейчас опять все растеряли. В комнате хорошее освещение. А где ваше та-та-та-та-та-та-та? В комнате замечательное освещение, очень светлая комната. Вы так не сказали. Вы просто в комнате хорошее освещение. А когда говорили та-та-та-та-та-та-та? О, как красиво у вас получается. Громко, четко, ясно, выразительно. Но переходите на слова и опять чего-то себе там губните под нос. Вы же мне это говорите. Или себе. Работайте. Давайте энергию. Затрачивайте энергию. То есть у меня были на занятиях руководители больших компаний. Для них почему-то это тоже откровение некоторое. Затрачивать нужную энергию, когда говорите публично с другим человеком. Просто затрачивать энергию. Вы ее не затрачиваете. Вы как-то все из своей ракушки что-то приоткрыли. Через закрытую дверь разговариваете. Кто-то у вас случился, вы приоткрыли, что-то разговариваете. Нет, открыть дверь и говорить. Все вам говорят. Вот когда так начнете говорить и все эти упражнения, они начнут реализовываться. Все эти способы, техники, подходы, они начнут реализовываться и работать в вас, когда вы будете затрачивать энергию. Пока вы не затрачиваете энергию, вы не можете понять, почему они не работают. Где ваше вот это интогирование? Где ваша вот эта пауза? Где ваши вот эти предложения? Где ваша вот эта весомость? Почему вы не можете быть похожими на меня или говорить, как я? Энергию начните затрачивать. Включите небольшой энтузиазм. И там проснется вот эта ваша внутренняя любовь. К слову. Вы, ваша внутренность, она начнет просыпаться изнутри, наружу. Просто надо позволить ей как бы проявиться, просветиться насквозь. Но вы как бы не можете снять все, хотите это запомнить, понять и что-то продолжить, немножко бубнить. Начните говорить. У людей могут возникнуть некие непонятки, что это вы так странно как-то разговариваете. Ну вы же за этим и пришли, вы же хотите так начать говорить. А каждое упражнение, которое вы выполняете, вы продолжаете все равно разговаривать, как будто вас кандалами, цепями удерживают где-то.